Добрый день любители радиоуправляемых моделей. Продолжаем серию полетов военной авиации и сегодня у нас на очереди истребители 16. Самолет у нас также несколько раз летал, но первый полет закончился аварией как вы помните, мы его чинили, восстанавливали и после этого он вполне неплохо полетел и потом после после ремонтного полета эта модель у нас так и висела под потолком, то есть сегодня у него третий полет по большому счету, но самолет интересный, ведет в воздухе себя достаточно тоже интересно, не самый простой в управлении, одним словом мешак как его называли пилоты, но поднять его надо, самолет тоже один из самых легендарных, один из самых известных советских самолетов предвоенных лет, начала второй мировой, так что забывать такую машину было бы грех. Проверь газ. Уже. Кстати, с земли этот самолет у нас тоже еще не взлетал, проверим, проверяем управление, все нормально, все в порядке. Ну что ж, поехали. Да, на взлете конечно его швыряет, кстати вот именно за это его и не любили, что из-за большого диаметра винта на взлете он вел себя очень нестабильно. Ну вот стоит набрать скорость и все, самолет полетел и полетел достаточно достойно. Сейчас маленечко примеровлюсь к управлению и попробуем сделать несколько более низких проходов. 4 минуты. Да, самолет очень верклявый. Особенно это касается тангажа, руля высоты. Вот стоило буквально чуть-чуть тронуть ручку и самолет встает вертикально. Очень чувствительный руль высоты. В принципе, у всех самолетов поликарпова это была болезнь, по крайней мере истребителей, что и 15, что и 16. Как бы себя повел И-180 или 185, конечно неизвестно, но скорее всего наследственные черты от И-16 тоже должны были сказаться. Самолет очень маневренный. Не самый скоростной из наших истребителей, как в принципе и его реальный прототип, но вертеться может буквально на пятачке. Вон у него развороты, петли, виражи очень получаются резвые. Управление по крену за счет того, что лероны узенькие, у него достаточно спокойное. Но руль высоты это что-то с чем-то. Очень резкий, очень чувствительный. Продолжение следует. Леронов всепых. Продолжение следует. Руль высоты. Продолжение следует. Руль направления в полете, кстати, тоже ведет себя довольно своеобразно. Так что, кто впервые решит попробовать руль направления, то делать это на достаточной высоте. Так, все, аккумулятор разрядился. И будем заруливать на посадку. Да, да, кинуто. Старые батарейки у нас держат от силы 4 минуты, значит. Будем это учитывать. Вот такой вот он И-16. Модель довольно норовистая, но в воздухе смотрится красиво. Истребитель есть истребитель. Летает он, не сказать, чтобы медленно. Маневренность у него, наверное, лучшая из всех полукопий, какие мы собирали. Даже И-15. Более спокойный. Кстати, и прототип им тоже был более спокойным. А И-16 унаследовал все черты своего предка. Так что, самолет рекомендовать как первую полукопию точно не могу. Эта модель требует уже довольно серьезных навыков пилотирования. Но если вы неплохо освоились уже с другими самолетами низкопланами, то такой самолет в коллекции, думаю, что никому не повредит. Ну и, конечно, если вам понравился этот полет, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Заходите в наши группы ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Для вас работает наш форум. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Играем по-взрослому.